Тударав, большое спасибо. Что я должен почувствовать в связи с товарищем для того, чтобы создать условия для молитвы, молиться о нем? Повтори, ещё раз вопрос. Какой фидбик я должен просить от связи с товарищем? Или что я должен почувствовать в связи с товарищем для того, чтобы я мог молиться о нем? Я всегда должен оправдывать товарища, что он всегда находится в работе в соответствии со своей ступенью, насколько это возможно, на 100% исполняет свою роль, исполняет свои возможности, стремится и быть в устремлении к объединению между нами и раскрыть Творца в этом объединении. Так я должен воспринимать моих товарищей, что они таковы, и что ни в ком нет никакого изъяна, и на 100%, насколько каждый способен в его состоянии, они производят исправление. Так первое условие — это первое условие для молитвы? Да. Это предваряющие условия. А что затем, что потом? А затем я проверяю себя, действительно ли я связан с ними настолько, насколько они связаны между собой, и насколько я выполняю свою роль, и насколько, если я пренебрегаю своей ролью, то я вижу в них это пренебрежение, и так далее? Тогда какая просьба приходит на эти раскрытия? Чтобы Творец исправил меня, потому что если я вижу изъян в товарища, то это изъян во мне. Так где здесь молитва товарища? Я молюсь, чтобы Творец исправил меня, чтобы я не видел изъяна в товарища. И тогда я получаю ответ. И тогда в той мере, в которой я прошу исправления Творца для себя, то, разумеется, я в мере этих исправлений прихожу к большему контакту с товарищем. Тут есть работа и с Творцом, и с товарищем. Ещё вопрос от товарища. Он спрашивает, у нас есть только молитва, предварящая молитва, и это единственное, что у нас есть? Нет, там по пути есть у тебя ещё. Только надо продвигаться. Я не могу объяснить все состояния, но вы должны их увидеть в соответствии с общим направлением. направлением.